Девушки отдыхают Пока мы не выяснили мотивы преступника, каким человеком была Карен Она была симпатичной? Да, но важно то, что она была следующей в очереди Название звезды театрального клуба Она считалась лучшей актрисой среди нынешних членов клуба? Значит, преступник завидовал ей Потому что она была так популярна И убил Карен, чтобы стать звездой вместо нее Нет, я не думаю, что все так просто Эй, кого ты называешь простым? Шесть месяцев назад Глава театрального клуба тоже погибла в результате другого случая Топ-актриса? Топ-актриса умирает одна за другой? Их клуб что, проклят? Студентку звали Айку, которая умерла Ее смерть была признаком самоубийства Ее смерть была признана самоубийством Но она спрыгнула с крыши школы Но Куруми сомневается, что это так Куруми, да? Она неплакая? Неплакая? В любом случае, я сомневаюсь, что это совпадение Когда люди умирают так быстро Этот случай мог бы вызвать смерть Айку Так что, если мы узнаем правду о смерти Айку То, возможно, сможем понять мотивы этого случая Истина скрывается за смертью Айку Эй, смотрите! Это Айку? Ух ты! Ну она симпатичная! Ну, пойдем поговорим с ней Она вот-вот кусит моего полного и безраздельного внимания Уже видно, что Женщины Станут его погибелью Ну, не похоже, что у вас ситуация лучше С вашей верной и покорной слугой, хозяин Боже А, это был только что голос Досухико? А, что за... Ну же, сконцентрируйтесь Юма, все плохо Земля уходит из-под ног Да, я вижу Айку Ну же, давайте... Давайте поскорее поймаем ее Я обожаю Трагический тип Нет, мы сейчас не пытаемся Нет, не это сейчас важное Мы сейчас пытаемся выяснить правду ее смерти Удачи, хозяин Так, смерть Айку 6 месяцев назад была самоубийством или убийством? Оп, убийство Смерть Айку 6 месяцев назад на самом деле было результатом убийства Где была убита Айка? На крыше или цветочная клумба? Цветочная клумба Место убийства Айку является цветочная клумба Какое оружие было использовано для убийства Айку? Кирпич с клумбой Кирпич, на котором была кровь Айку Имела очень неестественный рисунок брызгов После того, как преступник ударил ее кирпичом Он, скорее всего, вернул его на прежнее место Кто убил Айку? Ну, Карен Смерть Айку Не было самоубийством в результате прыжка с крыши И Карен явно солгала в своих показаниях Карен убила Айку Хорошо Давайте продолжим следовать за ней, Юма Ну, давай По фотографиям улик я могу сказать, что смерть Айка не была самоубийством Ее обувь была аккуратно поставлена на крышу Но на ней была грязь И похоже, что это грязь с клумбы Я думаю, что Айку было сказано встретиться у цветочной клумбы за зданием школы А затем ее убили там Значит, обувь потом отнесли на крышу Орудием убийства, скорее всего, был кирпич с клумбы Кирпич с кровью Айку На нем Имел очень неестественный узор брызгов Если бы она упала сверху и ударилась головой То это пятно крови Не могло быть Таким обрубленным Я уверен, что после того, как преступник ударил ее кирпичом Он вернул его в первоначальное место Но есть ли у тебя доказательства, что это сделала Карен? Если Айка умерла не от прыжка То показания Карен вызывают большие подозрения Она сказала, что слышала, как что-то упало И пошла проверить Понятно Если она слышала звук, которого не было, значит, она явно лжет Карен солгала И причина, по которой она солгала Она выставила все так, как будто Айку прыгнула Если это так То убийца Айку, это Карен Ну Отлично, вопросов нет Примерно так и думали, когда увидели тот кирпич Она исчезла Черт Я даже не могу помочь девушке Которая в этом больше всего нуждается Смотрю на Десухико и вспоминаю тот самый мемчик Помочь ей? Она была мертва задолго до того, как ты смог бы ей помочь В любом случае В любом случае Это должна быть та крыша, с которой якобы прыгнула Айка Эй, а почему Карен убил Айку? Я думал, что в школе для девочек Будет, ну, больше Солнца и радуги, чем Убийство Чувак, тебе кажется Если в качестве орудия убийства был использован кирпич То это Могло бы быть импульсивное преступление Так что Карен, возможно, не планировала убивать Айку Когда позвал ее туда Вы имеете в виду, что они разговаривали И это переросло в преступление На почве эмоций Возможно, они обсуждали свои актерские карьеры И у них возникли разногласия Ну, и все перешло к насилию Ну, если это стало причиной Другого убийства То мотив Это месть? Да Они не боролись за место Айку Они хотели Отомстить Карен за то Что она Отняла ее у них То есть преступником является Та Кто больше всего заботилась о Айку Тогда Кто Из подозреваемых? Вообще-то У меня есть другой вопрос Куда нам дальше двигаться? Мотив есть А Пути нет Но это отличается от других тупиков Мне кажется Здесь есть Какая-то тайна Значит, должно быть Что-то спрятано здесь Так Так Смотреть вдалеке Ладно, начнем отсюда Разговоров нет Нет уж Нигони Десхика Так высоко Мы выше даже облаков Лучше быть осторожней, чтобы не упасть То есть Вы хотите сказать, что Не хотели бы, чтобы я вас толкнула Или Так Никаких Или Я точно не хочу, чтобы ты меня толкала Да Она ведь может Причем легко Эй, зацените О Это тот самый маршрут Как? Который мы искали Мы так высоко Так, стоп Когда это случилось? Хозяин Смотрите Вон туда Что это? Кажется, это не связано Ни с чем другим Это значит, что это может быть Местонахождение То Значит, истинный преступник Находится там Но Как нам добраться? Это место не связано Ни с каким другим маршрутом Так, стоп Ты что, замер что ли? Или Высоты боишься? А Да нет Насчет этих трех маршрутов Ручка? Ты постоянно носишь ее с собой? Да, конечно Кто знает, когда у меня кто-то попросит автограф Готово Готово А разве это Не идеально? Я умею рисовать карты так же хорошо, как и запоминать Красивые личики Это Это ведь маршрут как? Если смотреть сверху И что с ним? Это ведь подземелье Верно Так что Возможно здесь есть Какой-то тайный проход Тайный проход? Тайный проход Вот посмотри Если посмотреть на все это с другой стороны Нет Если посмотреть на все это вот таким образом Разве это не похоже На одну и ту же дорогу Да ты прав Три маршрута как? Соединяются в один маршрут Вплоть До комнаты Так что подожди Все три связаны? Вот оно Пождесят я понял Вот она Скрытая истина За маршрутом Как? Существует только одна версия того Как жертва могла Быть отравлена Оу Серьезно? Неплохо Наконец-то ты стал полезным Оу Шенигами-чан Шенигами похвалила меня? Я люблю тебя Шенигами-чан Разве я не был хорошим мальчиком Я заслужил Угощение Верно? Ну Если вы считаете Что Разобрались с этим Я вас поддерживаю Ну Положитесь на меня Оу Понятно Великолепно Привет на руками Иди смотри все сначала Уралис он с самого начала не смотрел Так что Это просто забей так преступление было возможно только при наличии ребят у нас тут по две буквы но при наличии ну соучастника или соучастников или как-то так да вот а вон там и си как раз раз соберем дальше это что-то новенькое такое мы еще не видели или я не помню что соучастники правда в этом деле заключается в том что ёшика варона и кураны были сообщниками и совершили это преступление вместе ну или сообщники еще лучше сообщники но разве они не ненавидят друг друга это правда я понял это когда ты нарисовал эту карту на сфиг 3 маршрута как который мы исследовали оказались тупиковыми каждый из них был подозрительным но все они были исключены из-за определенных деталей дела и в этом есть смысл если рассматривать их по отдельности то мы получаем тупик но если мы вот так соединим все три маршрута и рассмотрим все это как единая преступная деятельность это явно становится одним путем для продвижения вперед значит они все были сообщниками совершившие одно преступление это убийство было бы невозможно совершить в одиночку мы выяснили это во время прохождения маршрута как но если бы они работали втроем то смогли бы это сделать это что такое наверное мы должны сломать стену этим звучит так весело я в деле если это благодаря моей помощи не так ли да и не забывайте об этом но ведь это ты тот кто забудет в любом случае давайте проверим мы должны убедиться что мы на правильном пути зуб канаджа тача кономит но хау саннин де якори бун танцеры кота д саджин у канон и что разделив как они втроем разделили задачи которые необходимо было решить для осуществления убийства ты так не думаешь юно да я думаю это единственный вариант ну и теперь нам предстоит решить новую проблему мы должны раскрыть тайну их соучастие как именно они сотрудничали друг с другом и какова хронологическая последовательность преступления понятно аналогия да ну тогда первое что нужно обсудить это как был яд яд был подмешан в бокал не вините меня если умрете как я был доставлен в театральный зал уверен в этом ну да по картинке и доски к был первый все-таки красный так что да стоп сначала сюда начнем с того то начнем с того что яд принесли в театральный зал их заговор начался с вопрос начался с вопроса как яд был доставлен в театральный зал ну этот маршрут мы уже изучили до самого конца так что давайте пройдем по нему а стоять если человек который мог бы принести яд в театральный зал была ёшка верно да яд нейтрализируется через 30 минут поэтому его нужно было принести в театр во время представления как ассистент продюсера только ёшка могла это сделать оглядываясь назад можно сказать что яд был выбран в качестве орудия убийцы для того чтобы создать алиби яд действовал только в течение 30 минут что обеспечило бы другим девушкам алиби ёшка отправилась в лабораторию за ядом как только началось представление дополнительный бокал был спрятан в сумке и после того как она нанесла на него яд она положила его обратно в сумку и как ни в чем не бывало вернулась на свое место в первом ряду проблема в том что произошло дальше мы на месте ну дело за вами хозяин да что же ёшка сделала после с отравленным бокалом что ёшка сделала с отравленным бокалом после того как принесла передала карен передала варуне передала курана ну очевидно передала варуне эй а разве это не маршрут как яд был подмешан в стакан в бокал ух ты это действительно связано ладно будем идти дальше и дойдем до истины опять это сказал что ёшка передала отравленный стакан варуне но варуна выступала на сцене верно как она могла взять бокал находясь на сцене единственный момент который мне приходит в голову это когда свет выключался ёшка сидела на правом краю первого ряда ближе к за кулисом где актеры входят и выходят на сцену вероятно она встала когда погас свет и оставили оставила отравленный бокал воды право крыла сцены даже если она не могла выйти на сцену она могла хотя бы сделать это в течение пяти секунд а затем варуна взяла бокал и спрятала его под своим костюмом проверка костюма происходит до выступления поэтому она обошла этот момент получив бокал во время выступлений понятно значит она передала эстафету в течение пяти секунд когда был отключен свет они вдвоем наверное репетировали этот момент не меньше раз чем все остальное песо а что произошло после этого предположим что варуна все таки взяла отравленный бокал как ей удалось поменять его на настоящий бокал когда спектакль еще продолжался и через несколько мгновений после отключения света появилась сцена в которой варуна подходит к полке это длилось всего 2-3 секунды но руки варуна и полка полностью были скрыты от зрителя в этот момент варуна в этот момент варуна могла поменять оригинальный бокал на отравленный поэтому для своего казалось бы невозможного преступления они использовали само представление да вот те мужество конечно такое под силу только театрала шанигами а разве нет более безопасного пути хозяин ну же поспешите и разбейте эту стену да так ну собственно как был выбран отравленный стакан ну очевидно что куран указала на него куран и направила хорошо и с этим разобрались еще немного давайте продолжим а разве мы не можем сделать перерыв нет так это последний это маршрут как был выбран отравленный бокал здесь так дальше все происходит точно так же как мы уже решали это раньше курана заранее сказала Карен чтобы она взяла тот бокал на котором первым попадет свет прожектора и после того как сверху с мостика она подтвердила какой бокал является отравленным прожектор был направлен прямо на него и это метод лежащий в основе в основе орудия убийства метод по мне так это больше похоже на безумие бугага но это решает эту загадку мы почти добрались до истины серьезно это ужасно а почему потому что еще не успел влюбить пшенигами в меня а это не произойдет даже если ты останешься здесь на сто лет то на самом деле я ненавижу тебя до глубины души ха ха знаешь за ненувистью может быть любовь Это похоже на путешествие по земному шару. Мы с тобой можем идти в разных направлениях, но в конце концов мы встретимся. Да, от любви до ненависти один шаг, вот. Э? Это уже слишком натяжно. Ой, мне плохо. Ну, это последняя стена. Кто убил Карен? Хозяин, вы готовы? Давайте решим. Эту последнюю. Да? Ну, те трое. Да, она упала. А за этой дверью комната... То, наконец-то, мы добрались. Пришло время закончить это, хозяин. Ну что ж, момент истины. Похоже, те преступницы здесь. Но они... Почему они выглядят такими грустными? Как скучно. И вы называете себя последними боссами лабиринта Тай? Тогда начинайте вести себя соответственно. В данный момент можно уже до конца защищать истину. О, они... О, они... Субтитры сделал DimaTorzok Ну, погнали! Ну, вперед, хозяин! Давай, Шенгемика, мачи! Нет! Прекрати! Нет, мы не были соучастниками! Остановись! Нам незачем объединяться! Так, незачем объединяться! Так... Ну, я думаю, тут очевидно! Есть зачем, потому что в прошлом вы были подружками все! Ошибаешься! Погнали! Вы сделали это! Хозяин! Да! Заткнись! Не подходи ближе! Я сделала это все сама! Я ничего не знаю про других! Не подходи ближе! Нас ничего не связывает! Ну... Очевидно, опять фотография! Ошибаешься! Вы справились! Отличная работа! Верно! А, все! Так, заткнись! Отвали! Поднеси глупости! Пожалуйста, оставь меня в покое! Заткнись! Мы не имеем ничего общего друг с другом! Конечно, не имеете! Тоже фотографии! Это не ошибается! Хааа! Иди! Да что здесь происходит? Я думала, что они ненавидят друг друга! Нет! Скорее всего, это неправда! Э? Что вы имеете ввиду? Если сложить вместе три фотографии... Кусочки которых были у всех них... О! Все они сфотографированы! А? Так значит, они все были на одной фотографии? Такова истина! Это не так! Нет! 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 через подальше под шутить с нами о нет о да остановись стой остановись остановись 50 оттенков остановись или стоит не подходи ко мне три голоса одновременно сожалению три голоса одновременно и не могу сделать пожалуйста отвали от нас между нами нет никаких уз или какой связи есть такова истина этого дела да у нас три трупа в этот раз это всего лишь предположение но вы же не были в плохих отношениях друг с другом верно на самом деле все это было сделано для того чтобы отомстить за айко вы все дорожили одной фотографии с нее изначально это была одна фотография на которой вы все вместе с айко центре вы все были близко ими подругами и когда я соединяешь фотографию видимо с урод и она и сона и гау-жан-эка но все там собирается на месте улыбаясь но у ребят без багов никуда так почему же так ладно у нас есть работа прежде чем ты тут начнешь сопли распускать вперед еще один толчок и мы закончим этот лабиринт как бы ступил герой настоящий защитник справедливости победил бы узло здесь и сейчас и покончил бы этим но я не герой мне нужна только истина истина находится прямо здесь так зачем идти дальше сможет ли разгадка этой тайны сделать кого-то счастлива вы им сочувствуете это не то что должен делать детектив ваша работа раскрывает тайны не так ли если это так то вы должны раскрыть правду вы должны доказать это так чтобы все смогли понять и все все смогли увидеть детективы не защитники справедливости они защитники истины защитники истины детектив никогда не должен упускать из виду тайну любая правда должна быть раскрыта детектив всегда должен отдавать приоритет раскрытию дела эмоции должны быть отброшены чтобы прийти к идеальному решению путем идеальной дедукции однако это легче сказать чем сделать юма если ты не можешь я могу занять твое место нет я сделаю это я возьму на себя ответственность я доведу дело до конца у 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